Продолжение следует... Братья и сестры, чтобы полнее ощутить суть праздника и разрешить некоторые недоуменные вопросы, обратимся к православной энциклопедии. Там мы находим пояснение к происхождению праздника. Событие введения не упоминается в канонических Евангелиях и известно из более поздних апокрифических греческого прото-евангелия Иакова, написанного во второй половине II века, и латинского Евангелия псевдоматфея IX века, которые отражают устное предание, но в соответствии с традициями литературного жанра дополнены подробностями из библейских книг, имеющих прообразовательное значение, а также из евангельской истории Сретенья. Согласно упомянутым источникам, родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна, когда их дочь достигла трехлетнего возраста, решили исполнить данный имя ранний обет, посвятить ее Богу и направились в Иерусалимский храм. Около входа во храм стояли призванные Иоакимом юные девы с зажженными светильниками, для того, чтобы юная Мария возлюбила храм всем сердцем. Пресвятая Дева была встречена и благословлена первосвященником, по преданию Захарии, будущим отцом Иоанна Крестителя. Также, по позднему преданию, она, как одушевленный кивот Божий, была введена во святая святых, куда имел право входить только первосвященник однажды в год. Вот этим была явлена ее особая роль в судьбе человечества. Событие введения стало началом нового этапа в жизни пренепорочной Девы. Пребывание при Иерусалимском храме продолжалось до тех пор, пока ей не исполнилось 12 лет. Живя при храме, Мария посвящала себя молитве, изучению священного писания и рукоделию. По прошествии времени она, решившая сохранить девство и уневеститься Богу, была по закону отцов поручена заботам престарелого Иосифа обручника ее. Напомню, апокрифическое Евангелие, на основании которого возник праздник, было написано уже во второй половине II века, то есть после разрушения Иерусалима, и, скорее всего, автор книги не был доподлинно знаком с еврейскими обычаями времен, которые он описывал. Предание же о введении Богородицы во святая святых возникло многими веками позже. Митрополит Антоний Сурожский пишет, «Есть праздники, которые говорят нам о каком-то внутреннем событии, историческая обстановка которых не ясна. Таков праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Чтобы исторически в Древнем Иерусалиме действительно случилось то событие, которое описывается в богослужебной песне, едва ли возможно». А протоиерей Константин Пархоменко поясняет, «Потому что если бы такое событие на самом деле произошло, если бы девочку ввели во святая святых, то иудеи устроили бы такое, что девочка и в живых-то не осталось бы. Могли бы убить и первосвященника, который дерзнул это сделать. И уж в любом случае скандал был бы таким, что нашел бы отражение в исторических хрониках. Однако о таком событии не сказано нигде и ничего». Иудеи так оберегали святое место, что когда однажды в год первосвященник в день Йом-Кипур входил во святая святых, ему к ноге привязывали веревку, чтобы, если он умрет, вытащить его оттуда за нее, чтобы никто туда не входил. Даже более того, если бы он вошел без ритуальной надобности во святилище, то есть на территорию большую, предваряющую святое святых, то его должны были бы отдать напорку плетями. Что же касается женщин, то они могли находиться только в так называемом женском притворе. Доцент Минской Духовной Академии, кандидат исторических наук и богословия Юрий Иванович Рубан так пишет в своей статье «Одушевленный храм». О великом предназначении этой скромной девочки никому не было известно. В противном случае ее жизнь оказалась бы под угрозой. Мы прекрасно знаем, как поступил Ирод, ставленник Римского Сената, узнав о рождении законного претендента на Иерусалимский престол. Важно заметить, что введение во храм – один из самых поздних двенадесятых праздников Восточной Церкви. В число таковых он попал аж после XIV века, хотя без особой торжественности отмечался с VIII века. А на Западе он называется «Представление Богу, благословенной Девы Марии». И все это не так важно. Важно то, что подчеркнул протопресвитер Александр Шмеман. «Если своим храмом Бог отныне избрал человека, то в особом и самом буквальном смысле таким храмом Бога была Дева Мария, ибо рожденная от нее свята есть. Она, ее тело есть храм, воздвигнутый самим же Ветхим Заветом, всей его святостью, ожиданием спасения, верностью Богу, сделавшей возможным соединение Бога с человеком. И в этом смысле она есть плод Ветхозаветного храма, той связи с Богом, которая осуществилась через Него». Однажды Дева Мария пришла в Иерусалимский храм. И разве принципиально входила она в Освятилище или нет? Важно то, что Господь избрал ее и предопределил стать Богородицей. Житийной традиции присуще некоторое преукрашение, но если мы посмотрим на важнейшие события евангельской истории, они происходили тихо и смиренно. На вечернем мы поем «Свете тихий, святые славы Бессмертного Отца Небесного, Святаго Блаженного Иисусе Христе». И, конечно же, события жизни Богородицы тоже были освящены этим светом тихим. Она смиренно и сокровенно несла свое служение избранного сосуда человеческого рода, избранницы, перенявшей от Ветхозаветного храма благодатную роль соединения Бога и человека, человека и Бога. Пресвятая Богородица, моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, спастись душам нашим. Всего вам доброго, дорогие телезрители!